Из-за сильного напора воды реки Исиль произошел перелив через дамбу в селе Тепличное Козелжарского района. Сразу после поступления сигнала от дежурного организовали погрузку мешкотары сбор оперативной группы. На данный момент на месте работает техника, задействованные все силы и средства. Ситуация может усложниться из-за того, что вода имеет куски ледяного покрова. Его сила, усиленная напора может сбить даже столбы. Поэтому в настоящее время проводится экстренная эвакуация жителей. Важно обеспечить их безопасность и своевременно переместить их на безопасные участки. Начальник областного департамента полиции Айден Кабдулдинов в эвакуированном заречном поселке проинструктировал заступающий на ночное дежурство личный состав по недопущению фактов нарушения законности. Замеченных гражданских людей следует проверять, устанавливать личность и цель появления. Также сотрудники активно помогают другим экстренным службам. Самое главное, подчеркнул Айден Кабдулдинов, не допустить человеческих жертв. Кроме того, глава областной полиции проверил организацию работы постов на въезде в Заречный, а также то, как охраняются оставленные людьми дачи. Утром 12 апреля Айден Кабдулдинов объехал поселок Кожевины, села Тепличное и Прибрежное. Все службы полиции максимально задействованы в противопаводковых мероприятиях, наряду с местными исполнительными органами и сотрудниками ЧАЭС. Полицейские Козылжарского района оказывают содействие сотрудникам ДЧС по эвакуации жителей из села Тепличного. Помогают разгружать Мешкатару и выстраивают земляной вал. После полной эвакуации личный состав отдела полиции возьмет на контроль село во избежание краж и мародерства. Прокуроры просят население отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не препятствовать эвакуации. Есть случаи, когда граждане отказываются покидать свои дома, тем самым подвергают опасности себя и своих близких. В соответствии со статьей 50 закона Республики Казахстан о гражданской защите населения, в случае крайней необходимости непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации организует проведение эвакуационных мероприятий. Кроме того, разъясняем, что согласно статье 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, неповиновению законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятственной их законной деятельности, влечет штраф в размере 30-ти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 15 суток. Прокуроры на местах координируют деятельность уполномоченных государственных органов по обеспечению режима законности и правопорядка. Местными исполнительными органами формируются списки пострадавших для выплаты предусмотренной компенсации в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на особом контроле прокурора области. Надзорный орган предупреждает об уголовной и административной ответственности за размещение и распространение ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. По всем вопросам правового характера можно обратиться в органы прокуратуры по месту жительства. В Петропавловск утром прибыли две группировки из других регионов Казахстана. Силы ДЧС Павлодарской области дислоцированы в поселке Заречном. Это 53 человека личного состава, 10 единиц техники, 7 мотопомп и 2 лодки. Силы ДЧС Карагандинской области дислоцированы в селе Бесколь. Это 70 человек личного состава, 12 единиц техники, 23 мотопомпы и 6 лодок. Зона ответственности, районный центр, а также села Прибрежное и Тепличное. В Североказахстанскую область прибыла подмога из Астаны. Колонна военной техники с личным составом в количестве 300 военнослужащих бригады особого назначения приехала для оказания помощи в ликвидации паводка. Узнали буквально сегодня. В 10 часов дали сигнал. В 11 часов мы уже выехали в город Петропавловск. Среди боевых всегда готовы выполнить приказ, как говорится, и оправдать высокое доверие. Военнослужащих разместили на базе школы лицея «Парасад» в селе Бесколь Козлажарского района. После небольшого отдыха они незамедлительно приступят к борьбе с талой водой. На сегодняшний день в нашем районе мы определили 20 населенных пунктов, подверженных паводкам именно подтоплений от реки Есиль. С первого села, начиная после Есильского района, это село Семипалатное, отсюда начинается укрепление и по всей территории. Там, где паводка опасна, именно Семипалатное укрепляют, Бесколь укрепляют, в Тепличном укрепляют. Наши волонтеры проходят в каждый дом, заходят в каждый дом, разговаривают, проговаривают о необходимости, о том, что необходимо будет выехать, и также берем с них расписку, где они будут находиться в тот или иной момент. Северному Казахстану оказывают большую помощь группировки из других регионов. Ранее в нашу область прибыли спасатели из Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Также в противоповодковых мероприятиях активное участие принимают сотрудники Акимата, Департамент полиции, подразделения Нацгвардии и частные организации, а также более тысячи волонтеров. Всего с учетом прибывшей подмоги задействовано порядка трех тысяч человек. В период паводка возможны попытки интернет-мошенников нажиться на чужой беде, размещая объявления о сборе помощи пострадавшим. Подобные случаи отмечены в Казахстане. Полицейские советуют жителям области проявлять бдительность и тщательно проверять любую информацию, касающуюся финансов. Доверять следует только официальным источникам. Полицейские рекомендуют, встречав в интернете объявления о сборе средств, проводить хотя бы элементарную проверку. К примеру, можно позвонить по телефону автору объявления и сравнить его номер с номером, указанным для перевода средств. Аферисты порой размещают реально существующее объявление, незначительно изменив номер счета, чтобы собираемые средства попадали к ним в руки. Можно пользоваться видеозвонком. С большой долей вероятности, мошенник не захочет показывать свое настоящее лицо. Также люди, пострадавшие от паводка, могут довериться информации о компенсациях. Для ее получения якобы следует поделиться своими личными и финансовыми данными. Ни в коем случае не делайте этого. Обязательно проверьте все сведения на официальных ресурсах организации. Никогда никому не сообщайте коды, приходящие в смс-сообщениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова